В Русской Православной Церкви была ощутительная потребность в правилах, которыми должны были руководствоваться священники при исполнении своих треб и обрядов и в особенности исповеди. При долговременном невежестве вкрались большие беспорядки. Священники отправляли требы, как попало. Мало заботились об удержании своих прихожан в правилах благочестия, и это давало свободу всякого рода языческим суевериям. Захарий Копыстинский в 1620 году напечатал книгу для руководства священником, где собрал в сокращении разные правила апостольские, вселенских и поместных соборов и святых отцов. Книга эта называется «Номо-канон» или «Законоправильник». Здесь, между прочим, встречаются любопытные известия о разных суевериях того времени, распространенных в народе. Женщины надевали на детей своих и на домашних животных чародейские, так называемые, шелки или конуры, с целью предохранить от бед и болезней. Принимали внутрь чародейские снадобья, чтобы не рождать детей. Надевали на детей своих, так называемые, усерязи, великий четверток. Чаровницы употребляли в своих заговорах слова из псалмов, имена мучеников, и, написавши их, давали носить на шее. Другие, носили змею за пазухой, а потом, содравши с нее кожу, прикладывали глазам и зубам для здравия. Другие, с целью сделать какое-нибудь зло или произвести безладицу в семье, кому зло, житием жите, или нежительно ему житие сотворите, или продолжить болезнь. Призывали бесов над гробами, бесов злотворных, призывание окрест, гроб, сице, чарование, приименовавшееся от ежа над гробой плача и вопия, поили лихим зельем или давали в пищу такое, чтобы свести человека с ума, поссорить мужа с женою или нагнать любовную тоску. Иные прорицали будущее, предсказывали счастье или несчастье, толковали счастливые и несчастливые дни рождения. Суеверные зазывали к себе цыганок и гадальщиц, гадали на воске, на олове, на бабах. Были и такие, которые славились тем, что разгоняли облака, зачаровывали бури, угадывали, где находится украденная вещь и тому подобное. Но Маканон обличает также пляски на свадьбах, праздник русалок, совершаемый с плясками на улицах, раскладку огней, что делалось в те времена не только на Купала, но и накануне других праздников, и в особенности в День Вознесения, с чем соединялось особое гадание у счастья, да от онного счастья свое рассмотрят. Автор вооружается против тех, которые, воображая себе, что мертвец встает из гроба и ходит по земле, выкапывают тело из могилы и сжигают его. Он говорит, что мертвец не может вставать из гроба и ходить, но что дьявол принимает образ мертвого и пугает людей мечтами. Бесы, по его толкованию, пугают разными мечтательными призраками тех, которые неосторожно призывают их имя. Кирилл Транквиллион Ставровецкий, прежде учитель в Львовском братстве, а потом Черниговский архимандрит, не менее Копыстинского отличался плодовитую литературную деятельностью, хотя сочинения его страдают многословием, риторством и самовосхвалениями. Около 1619 года он издал «Евангелие учительное» или «Слова на воскресные и праздничные дни». Книга эта в московском государстве признана была неправославной. Важнее для нас другое сочинение Кирилла – «Зерцало. Богословие», напечатанное в Почаеве в 1618 году. Замечательно, что оба сочинения посвящены знатным панам – первое Черторижскому, а второе – молодому Ермолинскому, с целью служить для него учебную книгую. Эти посвящения показывают, как литераторы нуждались в знатных покровителях. «Мала тебе сдается эта книжечка», – говорит автор в своем предисловии, – «но прочитай-ка ее, увидишь высокие горы небесной премудрости». «Зерцало. Богословие» разделено на три части. Первая толкует, собственно, о существе Божием. Вот определение Бога у Кирилла. «Бог есть существо присущественное, албо бытность над все бытности, сама истотная бытность пресс-ся стоящая, простая, несложная, без початку, без конца, без ограничения, величеством своим объемлет вся видимая и невидимая». Вторая заключает в себе космографию. Третья – о злосливом мире или вообще о зле. Самая любопытная для нас вторая часть, изображающая мировоззрение тогдашних ученых людей. Мир разделяется на видимый и невидимый. Невидимый есть мир ангелов. Вот определение ангела. Ангел есть бестелесное, неосязаемое, огневидное, пламененоносное, самовластное. Крепостью мог бы един ангел с «рассказание Божье» у весь свет обвалить и во мгновение ока, и борзость его дивна. Дух, бовем, есть скороходный, яко быстрость близковицы и помыслу нашего. «Во мгновение ока с неба на землю сниде, и зася от земли на небо взыде, телом не единым, неудержимым, но скрозь всякое тело без забраны приходит, не задержит его ни стены муров каменных, ни двери железной, ни печати». Местом же ангелы описаны суть. Если будет ангел на небе, на земле его несть, а если на земле, в небе его несть. Языка до мовения и уха до слышания не потребует. И без голоса и взносного слова подают един другому разума своя. Кирилл принимает древнее разделение ангелов на девять чинов. – престолы, херувимы, серафимы, господство, силы, власти, начало, архангелы и ангелы. Из них, собственно, только ангелы распоряжаются видимым миром, и над ними старейшина архистротик Михаил, той за всем чином своим страж, исправца всего видимого мира. Одни ангелы поставлены на стражи стихий и воздушных явлений – огня, молнии, воздуха, ветра, мороза и прочее. Другие содержат и обращают круг звездного неба – одного из девяти небес. Особые ангелы приставлены к солнцу, луне, морю. Иные приставлены к земным государствам, другие находятся при верных людях. Если Бог посылает ангелов к людям, то они надевают на себя так называемое мечтательное тело, иногда с вооружением. Но это только призрак, потому что где бы кузнецы взяли на небесах металл ковать ангелам вооружение? Дьяволы, падшие духи, темные и отвратительные разделяются на три вида – воздушные, водяные и подземные. Воздушные делают человеку зло разными изменениями воздуха – вихрями, бурями, градом, заразою воздуха и прочее. Земные искушают людей на всякое зло. Но они власти не имеют не только над людьми, но и над свиньями. Они только подсматривают за человеком, и если у человека обнаруживается побуждение к дурному, они подстрекают его. Они – постоянные лгуны, уставичные лгареви, и если прорицают, то им верить не следует. Иногда они мечтательно принимают на себя вид зверей и чудовищ, чтобы пугать людей. Видимый мир создан из четырех стихий, различных и занимающих одна за другое место по своей тяжести. Низшая и самая тяжелая земля, выше ее вода, над водой воздух, а выше его – самая легчайшая стихия – огонь. Огонь и вода – непримиримые враги, но между ними миротворец – воздух. Вода двух родов, одна над твердию небесную, другая – под твердию на земле. Твердь небесная есть сухая, легкая, непроникательная материя, сверху которой Бог разлил воду для предохранения от верхнего эфирного огня, который бы иначе зажег твердь. Но чтобы не было темно на земле, Бог сотворил на отвердие солнце, луну и звезды и вложил в них части эфирного света. В воздух есть та тьма вверху бездны, о которой говорится в Библии. К земле он теплее, согреваемый солнечными лучами. Средина его холодна, а верхние слои – горячие. Гроза объясняется таким образом. Пары подымаются с моря и достигают верхних слоев горячего воздуха. Оттого делается шум, подобно тому, как раскаленное железо, положенное в воду, производит шум. Кирилл слыхал, что земля округла, как яблоко, и не противоречит этому. Он думает, что земля окружена водою для предохранения от эфирного огня. Море солоно от того, что вода в нем недвижима. И если бы не была солона, то загнилась бы и засмердела. В человеке из пяти чувств четыре соответствуют стихиям. Вкус – земле, обоняние – воде, слух – воздуху, зрение – огню. А осязание – почувательную некую особую силу и мать. Как в небе живет Бог, так в верхней части человеческого тела, в голове, в бескровном мозгу, ум – важнейшие силы души. А при нем другие силы – воля, память, доброта, мысль, разум, хитрость, мечтание, рассуждение, радость, любовь. Ум и разум у него не одно и то же. Ум – сила внутренняя, а разум приходит извне. От кого иного научишься и разумеешь, то разум. Кирилл старается уподобить части человеческого тела стихийным явлением. Во главе очи яко светило, глаз яко гром, мгновение ока яко близка вицы. Под злосливым миром автор разумеет жизнь злых людей, не следующих повелением Божиим. Подобно миру земному, состоящему из четырех стихий, злосливый мир состоит из четырех стихийных пороков. Заздрости – зависти, пыхи – высокомерие, лакомства – алчности, убийства. Лакомства соответствуют воде, убийства – земле, заздрость и пыха, воздуху и огню. Дьявол есть творец и содержатель злосливого мира. Мы привели эти сведения из сочинения одного из видных литературных деятелей того времени, чтобы показать, как далека была тогдашняя ученость от прямого пути в области мирских знаний. Русские ученые выступали в борьбу со своими врагами, запасом многих разных сведений по части церковной истории и богословия, но были невеждами во всем, что касалось природы и ее законов, хотя, как показывают их сочинения, и чувствовали потребность этого знания. Они повторяли только старые, средневековые нелепости. Ученость их поэтому носила характер крайней односторонности. С распространением такого рода просвещения развивалась страсть к риторической, с холостической болтовне, к легкому и дешевому символизму. Это мы видим на том же Кирилле Транквиллионе. В главе о Вавилоне, темном, он разбирает апокалипсические образы и дает полную волю всяким сопоставлениям и объяснениям, которые мог он отыскать в изобилии на всякие лады у прежних толкователей. Вавилон — это громада злых людей, дракон-дьявол, семь рогов, семь смертных грехов, воды — народы, жена, сидящая на водах, пыха свету сего, пятно на челе, измены и обманы, чаша, кровью исполненная, замки — будовные, палацы и дмахи — чертоги, спанелые, великолепные. Черь Сиона называется виноградом, вежею — башнею, на которой висят сто торчов, щитов. Это церковь с ее писаниями. Она — гора, тучная, упитанная с оброков небесной премудрости и прочее, и прочее. Как распространилась тогда риторическое словоохотливость, показывает вошедшие обычаи сочинять молитвы. В Вильне издана была книжка «Вертоград душевный», в которой помещаются дневные богослужения, то есть полуночница, заутрення, часы, вечерня, повечерница, и в них вплетены пространные, сочиненные вновь молитвы.